Всем привет! Сегодня я покажу вам какой полезный инструмент для гаража можно сделать из старых тормозных колодок. Для изготовления этого инструмента нам понадобятся две тормозные колодки от передних дисковых тормозов, один болт диаметром 12 миллиметров и длиной 120 миллиметров, гаечка для этого болта, один болт диаметром 6 миллиметров и длиной 30 миллиметров и небольшой отрезок цепи, а точнее от цепи нам понадобится всего лишь три звена. Первым делом из колодок необходимо удалить остатки фрикционного материала, это можно сделать с помощью болгарки. Вот так вот выглядят колодки очищены от фрикционного материала, складываем две пластины от тормозных колодок и сверлим отверстие диаметром 6 миллиметров ровно посередине сквозь две пластины. После этого в одной из пластин рассверливаем отверстие до 12 миллиметров. Далее вставляем болт в получившееся отверстие и наворачиваем на него гайку. Эту гайку необходимо приварить к пластине от тормозной колодки. А чтобы во время сварки не повредить резьбу на болту, на него можно одеть небольшой кусочек металлической трубки. Далее снимаем трубку с болта и в центре болта сверлим отверстие диаметром 5 миллиметров. Затем с помощью мечика нарезаем внутри болта резьбу. Резьба должна быть такой, чтобы в нее вкручивался вот этот вот маленький болтик. В итоге должны получиться вот такие вот колодки. В одной просверлено отверстие на 6 миллиметров, во второй на 12, приварена гайка. Также можно удалить вот эти вот ушки зацепы, так как они нам больше не понадобятся. Ну и для более эстетического вида все это можно покрасить обычной краской из баллончика. Далее от цепи необходимо отрезать три звена и сварить их между собой. А к сваренным звеньям цепи вот таким вот образом привариваем болт. Ну вот, друзья, все готово. Краска высохла. Осталось только собрать это приспособление и можно им пользоваться по назначению. Собирается все довольно просто. Винк вкручивается в вот эту вот гайку на колодке. Затем одевается вторая колодка и прикручивается болтиком. болтик должен зажиматься таким образом, чтобы оставалось свободное место для вращения колодки. Колодка не должна быть зажата, она должна свободно вот так вот вращаться на болту. По мере износа тормозных колодок их толщина уменьшается, поршень, который на них давится, выдвигается все дальше и дальше и остается в таком положении. И для того, чтобы влезли новые тормозные колодки, поршень необходимо вдавить обратно в цилиндр. Именно для этого нам и понадобится вот этот вот инструмент. Вкладываем его в тормозной суппорт, вращаем винт и пластины тормозных колодок начинают расходиться. По мере того, как они расходятся, они начинают вдавливать тормозной поршень обратно в цилиндр. После того, как поршень вдавлен обратно в цилиндр, новые колодки встанут без проблем. Вот такой вот полезный инструмент получился из старых тормозных колодок. Ему обязательно нужно придумать название. Пишите свои варианты в комментариях под видео. Я пока рассматриваю такие варианты, как разжимка тормозных колодок или разводка тормозных колодок. В общем, ребята, я пока еще не определился. Когда определюсь, какое название более подходящее для вот этого вот инструмента, я его в названии видео изменю. Возможно, это будет одно из названий, которые предложите вы в комментариях под этим видео. Если вам понравился этот инструмент, обязательно поставьте лайк. А на этом все. Всем пока. До новых видео.